Одно из крупнейших казахстанских предприятий на грани закрытия. Уральский завод Кублея лишили санитарно-защитной зоны. Об этом сообщил глава ассоциации мясоперерабатывающих предприятий Талгат Берекешев. Сегодня производители встретились с сенаторами, чтобы рассказать о своих наболевших проблемах. По их словам, если ситуация не изменится, то экспортеру мясной и рыбной продукции придется остановить производство. Далее Насипова с подробностями. Скандальная история со строительством на территории Уральского завода жилых домов тянется вот уже несколько лет. В 2020 году Акимат разрешил строительство ЖК в санитарно-защитной зоне главного производителя тушенки и консервов. После чего начались судебные тяжбы. Ранее руководство предприятия, которое расположено в промзоне более 30 лет, прошло несколько инстанций и выиграло дело в Верховном суде. Но его решили пересмотреть. Городской суд, молодой судья отменил у нас санитарно-защитную зону. Это главный документ, без которого завод не может существовать. Значит, у нас до 2024 разрешение осталось, то есть полгода мы еще можем работать. Без санитарного заключения промышленность не имеет права выпускать продукцию. Соответственно, вы не можете получать сертификат на производство продукции. По словам министра сельского хозяйства Ербола Карушукеева, ведомство всегда старается поддержать отечественных производителей. Но в данном случае повлиять каким-то образом на ситуацию не может. Министерство сельского хозяйства всегда оказывает поддержку отечественным производителям и предпринимателям, занимающимся глубокой переработкой. Проблема ТОО Кублей – это вопрос местного акимата и судебных органов. Вопрос не относится к нашей компетенции. Мы готовы оказать помощь в рамках нашей компетенции. На сегодня завод Кублей производит 200 тысяч консервов в смену. На предприятии трудится 750 человек, которые через полгода могут пополнить число безработных, чем обеспокоенные сенаторы. Депутаты Верхней Палаты Парламента заявляют о необходимости создания более благоприятных условий для отечественных производителей. Для того, чтобы страна могла зарабатывать не только на сырье, но и на продукции с добавленной стоимостью. Глубокая переработка – это основа, это, как мы говорим, локомотив движения сельского хозяйства. Любая переработка ведет за собой огромный крастер сельскохозпредприятий. Вы знаете, один перерабатывающий завод сегодня может дать как минимум 50-60 тысяч рабочих смежных, которые вокруг него образовываются. Основные проблемы, с которыми сталкиваются мясоперерабатывающие предприятия – это слабая сырьевая база и отсутствие рынка сбыта, говорят производители. Рынки Китая, России и Евросоюза сейчас закрыты для казахстанской мясной продукции. Далее на Сипова Данияру Марина Атутеев, телеканал Алматы, Астана.